Практически полвека Нина Михайлова посвятила сфере общественного питания. После получения диплома уроженка села Октябрьское уехала в Севастополь, где проработала до 1987 года. Затем вернулась на малую родину, где отдала общепиту еще 35 лет. Но, по мнению работников соцфонда, почти половину своей жизни она трудилась зазря. Стажа сколько там? Стажа? Вообще у меня 49 лет. 49? А сколько выкинули? Да выкинули, по-моему, половину. Да вы что? Да. При этом записи в трудовой о местах работы за пределами региона представители пенсионной системы не убедили. Чтобы доказать свое право на достойную пенсию, Челябинка даже съездила в город боевой славы, где лично собирала необходимые справки. Пенсию женщине пересчитали, но чисто символически. Как выживать на такую сумму, она не знает. Говорят, а что вы хотите? Вы работали на Украину. Вот с Украиной спрашивайте. Я говорю, так я в то время работала не на Украине, а в Советском Союзе. И, пожалуйста, говорю, пересчитайте. Мы пересчитывать ничего не будем. Осталось, короче, я с пенсией 17-800. Экономят на нас, как могут, а сами в замках живут. Мало того, свирившись с данными, пенсионерка поняла, что в страховой стаж не были включены годы учебы. Также куда-то пропало и время работы на челябинских предприятиях. Устав бороться с системой, женщина пришла со своей бедой в приемную Валерия Гартунга. Депутат уже направил запрос в социальный фонд с требованием проверить правильность начислений. Примечательно, что это уже далеко не первая жалоба на действия СФР. Постоянно приходится гражданам доказывать, что они работали на единое государство, Советский Союз. То есть перед третьими странами мы признаем свои обязательства как правоприемник долгов Советского Союза. А перед пенсионерами, перед гражданами, которые эту страну создавали, мы эти обязательства не признаем. Количество пенсионеров, которые вынуждены натурально выпрашивать у государственной машины собственные деньги, просто зашкаливает. Зачастую с такой несправедливостью сталкиваются именно граждане, работавшие в республиках бывшего СССР. Валерий Гартунг готовит обращение к министру труда России. Он предлагает издать для работников соцфонда специальный нормативный акт, который, наконец, приравняет сведения из трудовой книжки к доказательству стажа. Наталья Петрухина, Андрей Грещук, 31 канал.